Девочки, привет, мои дорогие! Сейчас мы с вами сделаем такое гадание. Гадание на тему, что он от вас хочет. Мы погадаем сейчас на чёрном таро, что он от вас хочет. Следующее гадание у нас с вами будут уже на новогодние темы, про Новый год. Но сейчас пока выложу такое про вас, что у вас будет в Новом году. На всё это мы будем с вами гадать, и много до Нового года, чтобы, как говорится, успеть. А сейчас пока, что он от вас хочет. Что он хочет от вас сейчас. Что он хочет от вас сейчас. Итак, первый вариант, второй, третий, четвёртый. Четыре варианта. И что он от вас хочет. Итак, смотрим, девочки. Загадали? Загадали карту? Давайте смотреть. Мне аж не терпится уже открывать. Первый вариант. Что он от вас хочет, мои котики? Боже мой, пятнадцатый старший аркан выпал. Он реально очень хочет много чего. Воду баламутит туда-сюда. Страсти его раздирают. И причём я вам скажу одну вещь. Вы либо ему снитесь, либо он вас видит в других ещё каких-то женщинах. Он понимает, что он реально о вас очень много думает. Такой вот. Его реально носит. По пятнадцатому старшему аркану дьявола он реально очень много о вас думает. И причём это как наваждение какое-то. Он даже сам себе не может объяснить, почему он так много о вас думает. И что он от вас хочет. Боже мой, вы для него реально обладаете какими-то такими магическими, как говорится, способностями. Вы на него реально как-то влияете. Причём очень сильно. Очень сильно. Я бы сказала, что тут надо гадать по этому варианту не то, что он хочет от вас. А что вы хотите с ним сделать. Вы вот что захотите с ним делать, то с ними будет. Но вот эта вот карта дьявола, она всё-таки играющая какая-то. Реально играющая как и в вашу сторону, так и в его. По этому варианту может так случиться, девочки. Даже очень даже случится. Что он реально чуть ли не изнасиловать вас хочет. Хочет от вас много чего. И этот 21-й ещё старший аркан, самый последний. Вы его допечёте. Вы его доведёте до белого коленя. Это факт. И эта игра будет такая. Тут сказать именно, что он хочет от вас каких-то земных целей, это всё будет ерунда. Тут его реально носит со стороны в сторону, понимаете, по отношению к вам. Он может вас то ли ненавидеть, то пытаться к вам как-то достучаться, то типа, знаете, задом подходить. То есть такие писать смс-ки и в то же время потом прободать куда-то, да. Вы на него как-то влияете очень сильно. Причём у него съезжает крыша. Он, может быть, даже не до конца понимает, как это на него всё действует, девочки. Но это не просто так, это всё. Это далеко не просто так. Он отгребёт по полной «не хочу» и «не балую» и «по горло» от вас. И хорошего, и плохого. Чтобы вы там не думали, он реально отгребёт. Что он хочет от вас. Он сам по себе, как говорится, вообще ничего не хочет. Потому что он полностью зависим от этой игры, какой-то дьявольской даже игры. И это двадцать первый завершающий старший аркан мира, да. Очень-очень кармические какие-то отношения. Так что не могу сказать, что он реально что-то хочет от вас, да. Настроилась просто я на земное гадание такое. Именно чтобы что-то земное вам описать, что бы он хотел, там троливали. Но у вас такие карты выпадают в сумму. Мама дорогая, мама не балуй, да. Пятнадцатый старший аркан и двадцать первый ёшкин кот. Очень-очень сильное такое притяжение. Он без вас не может. Куда бы он ни бежал, да, он всё равно без вас не может. И это вам мучает. Он мучается. И он реально, знаете, такое ощущение, что ему какие-то сигналы идут о том, что вы есть, вы рядом, да. Да, даже если он может и не думать о вас, бах, такое ощущение, что со спины он увидит, например, женщину, которая очень на вас похожа. И он думает, о, это она. Короче, с ним играется. С ним играется сила высшая в ваших отношениях. Не просто так всё. Не просто так вы ему даны, не просто так он вам дан. Так, ну ладно, девочки, давайте уже второй вариант посмотрим. Второй вариант, котики. Смотрим, что же он хочет от вас. Четвёрка Пентакли, дорогие мои. А знаете, что он от вас хочет? Он хитрец-то эдакий. Всё он скрывает, да. Скажу одну вещь. Что-то с вашим изображением связано. Что-то связано именно с вашими вещами. Такое ощущение, что он фетишист, да. Он либо, извините за выражение, мастурбирует на ваши фотографии, либо даже на ваши вещи. У него либо ваша вещь осталась, да, либо фотки ваши, ваши что-то изображения. Он реально чем занимается, думая о вас. Что он хочет от вас. Вот именно, знаете, такое ощущение, что он может и не может добиться чего-то, да. Но он реально это делает. Давайте посмотрим, что же он хочет от вас. Ещё вторую карту доставлю. Колесо фортуны. Десятка. Это получение удовлетворения от колеса этого фортуны. От кулачка. Знаете, такое ощущение, что вот у него что-то вот с сексом как бы немного что-то не то. У него реально что-то не то с сексом. Возможно, он хорошо занимается этим сексом, да. Возможно, не очень хорошо. Либо у него маленький, да. Может быть большой, но у него в голове есть какой-то фетиш. Фетиш насчёт вашей части тела, может, вашей вещи. Вы знаете, наверное, нельзя с животными сравнивать, но я всё-таки, всё-таки сравню. Вы знаете, вот когда маленькая собачка, дворовая какая-нибудь, ну, не дворовая какая-нибудь, мопсик какой-нибудь, да, хочет, хочет, да, он начинает и с ногой это заниматься, хозяйской, да, вот приставать так начинает. Так, дело в том, что по этой четвёрке пентаклей, он получается, и по колесу фортуны, он получается, получает удовольствие от вашего чего-то, о чём даже, знаете, иногда вот обычный, вот обычный адекватный человек не подумает, а вот он от вас хочет вот этой какой-то такой изюминки. Либо вы об этом знаете уже, либо вы ещё не знаете, но можете с ним поговорить. Не всегда мужик скажет, да, это, в принципе, мало кто скажет, да, но если вы сможете с него выудить, да, вы для себя, кое-какой сюрприз всё-таки получится. У него есть фетиш, фетиш по отношению к вам, либо к вашей вещи какой-то, либо именно к вашему изображению, но он получает кайф от того, что он делает. И всё, что он хочет от вас, это для того, чтобы вы, вот вы что-нибудь, например, если он получает удовольствие от какой-нибудь вашей фотографии, да, это не всегда может обозначать, что просто от вашей фотографии любой. Наверное, ему что-то вот такое конкретно нравится. Может, вы со спины, да, либо изображение ваших ног, ну, это я, к примеру, говорю, либо ваше там, ваше нижнее бельё, в общем, он от чего-то очень сильно кайфует. И как только он получит что-то новое из своего фетиша, да, он ещё больше будет этим заниматься и от этого получать кайф, да. Прикольно, конечно. Вот тут вот выпал реально просто такой вот фетиш мужской. Правда, сейчас на этих картах я вам не могу ответить. Вот только что подумала о Монаре, что на Монаре было бы больше видно, конечно, но с другой стороны об этом можно узнать. Даже можно, даже если вы к этому мужчине неравнодушны, знаете, такой виртуальный секс есть, да, когда там в интернете в сообщениях занимаются чем-то сексуальным. Так вот, можете предложить ему порассуждать на эту тему, там представить то и сё, и вот доведите его до такого момента, чтобы он вам сказал, какой у него фетиш. И вот вы просто потом можете пользоваться этим мужиком, очень-очень сильно давая ему то, что он хочет. У него реально какой-то фетиш. С Адамаза может быть, мало ли что тут может быть. Короче, он хочет от вас, чтобы вы ему давали то, на что он может заниматься самоудовлетворением, мастурбировать, вот реально мастурбировать девочки. Ему даже не сколько секс этот нужен, да, с вами, обычный секс, сколько надо, вон то, что даёт ему удовольствие. И у вас это есть. Вот такие дела. Девочки, третий вариант. Что он от вас хочет? Королева мечей выпала. Ну, я вам скажу, он вас видит этой женщиной, супер-женщиной, супер-пупер-женщиной, идеальной даже бы я сказала. Но он понимает, что вы ещё остранный язык, что вы можете сказать много ему каких-то таких нелицеприятных вещей, что с вами надо осторожничать и обращаться как с львицей, как с тигрицей, да, палец в рот вам не ложить, потому что вы можете его и откусить. И он никогда не уверен в том, что как вы себя в следующий момент поведёте, потому что у вас, ну, знаете, про таких говорят, сложный характер, да, а мы не ищем лёгких путей, правда, девочки? Так что королева мечей, ему вот нравится, как вы себя ведёте, но всё-таки я сюда ищу дополнительную карту, что он от вас хочет. Двойка жезлов выпала. Так, по этой двойке жезлов всё-таки, девочки, обратите внимание, да, что он от вас хочет. Тут может быть и материальный интерес какой-то, да, что он может какие-то такие даже мелочные вопросы решать за ваш счёт, получается, да. То есть, например, у него будут деньги на носки, и у вас будут деньги ему на носки. И он лучше у вас попросит эти деньги на носки, чем потратит свои. Ну вот, грубо говоря, на это тоже обратите внимание, да. Либо он будет скупиться вам на какие-то подарки. И сейчас Новый год. Самое время своему мужику озвучивать то желание, которое вы хотите, и тот подарок, который вы хотите получить на Новый год. Потому что вот от этого мужика можно ожидать, ну, то, что он не подарит вам. Ему даже в голову не придёт подарить какой-нибудь дорогой и шикарный подарок, да, или как-то вас умастить, да, приголубить. Ну, девочки, будьте осторожны тут. Вот, потому что, знаете, как немного денег зажал. Но это связано, может быть, ещё с тем, что он относится к вам как к королеве мечей. То есть, то у вас есть настроение, то его нету. Он сам не знает, как себя вам вести, будете ли вы вообще его женщиной. И поэтому он, как бы, знаете, может и не собираться там на какие-нибудь траты из-за этого. И потому мы можем поступить хитренько. Сказать, что, ну да, я буду там твоей женщиной. Я хочу подарок там, какой-нибудь дорогой подарок, который вы хотите, да. Попробуйте так с ним поступить. И тогда, когда он будет в вас более уверен, он подарит всё-таки вам подарок. Потому что тут зажимает. Вот по этой карте, по двойке жезлов, зажимает, тратит деньги на вас, потому что он не считает, что вы ему полностью принадлежите. Понимаете? Он не считает, он думает, что вы, ну, сегодня такая, завтра такая. Ну, девочки, смотрите, короче, что он хочет от вас. Вот единственное, что я бы вот по этому раскладу посоветовала, это ему назначать, как говорится, что-то. А что ты мне подаришь на Новый год? А я вот хочу, знаешь, я очень хочу на Новый год получить такой-то, такой-то подарок. И давить, например. Ну или, но я бы сказала, что если он будет вас спросить, что-то ему подарить, да. Даже из мелочи какой-то, то будьте уверены, что у него средства на это есть. И знаете, и когда стоите даже в магазине, и он не спешит открывать свой кошелёк, чтобы расплатиться, ждите до последнего, девочки. Потому что у него, у него деньги есть. Ну вот такой вот расклад выпал, что он хочет от вас, девочки. Вот такой вот. Может быть, всё-таки ещё обратите внимание вот на смену своих настроений. Может, это с месячными связано, да. Мы там многими герами становимся перед месячными, правда. Вот такие вот дела для третьего расклада. Так. И четвёртый расклад. Что он от вас хочет? О, выпал 12-й старший аркан повешенного. Что он хочет от вас? Тут либо вообще отношения уже закончились, да. И он вас реально не вспоминает, и не думает о вас. И, короче, всё. Как мышь в холодильнике повесил, и всё. Ну, короче, знаете, засушено и забыто. Может быть, такой вариант, да. Но повешено. Сейчас мы всё-таки ещё достанем карту. Что он от вас хочет? Тут ещё пятёрка мечей. Тут либо обиженка выпал, да. Либо вы его обидели, либо он всё-таки хочет вас как-то ещё и обидеть. Но тут, смотря какие отношения у вас остались, девочки, по этой карте, в принципе, будьте осторожны. Потому что тут может, что вы его обидите, либо он вас обидит. Либо вы уже его обидели, либо он уже вас обидел, да. То есть, вот, как наказание какого-то карта. Но как будто всё как проходит, да. Колкие какие-то выражения. Я бы не сказала, что вот именно на гадание, на вопрос, что он от вас хочет, тут выпало, что он что-то хочет. Нет, девочки, тут не выпало. Тут, скорее всего, были какие-то моменты негативные, да, в вашем общении. Ну и всё равно я для этого четвёртого варианта я подостаю пару карт. Рыцарь Жезлов выпал. Рыцарь Мечей. Король Кубков. Девоньки мои дорогие. Знаете, я вам скажу одну вещь, да. Вы на этом повешенном, да и не зацикливайтесь совсем. Этот повешенный может, кстати, и обозначать именно вот этого повешенного. И это не вы, мышь повешенная, да, а он повешенный. Потому что у вас тут выпали рыцарь Жезлов, рыцарь Мечей и король Кубков. Скорее всего, его выдавили, либо выдавливают, либо будут выдавливать другие мужчины в вашей жизни. И причём такие, смотрите, он вообще, ну, таким мелким выпал по сравнению с теми мужчинами, которые его будут. Так что на этом мужике, что он от вас хочет, не загоняйтесь, да. Пусть что хочет, то и делает. Не реагируйте, у вас впереди вообще хоровод из мужиков. Тем более король Кубков выпал. Рыцарь Мечей и рыцарь Жезлов. Не волнуйтесь, не переживайте, девочки, что он от вас хочет. Вот этот повешенный, да. Что хочет? Хочет повешенный. Да ничего он не хочет. Посмотрите, какие впереди у вас красавцы. Вот причём у вас все, как говорится, я обычно говорю, что, девочки, имеете четырёх королей. Так у вас вот эти четыре короля и выпали. Видите? Пупсики мои. Мечи. Пиковый, червовый, крестовый. А это бубновый выпал. Вот такие вот дела. Не заморачивайтесь по своему этому повешенному, потому что у вас король Кубка впереди, и не только. Всё сложилось. Я бы сказала, что один из лучших вариантов, когда... Это даже не то, что один из лучших, это стопроцентный лучший вариант, когда у женщины такое выпадает. Когда все собираются. Это значит для того, что кто-то выйдет лучше, да. Какие-то новые отношения будут. И не одни причём. И вам надо будет проработать, с кем вам будет лучше. Вот такие вот дела, дорогие мои. Всё. Такое было гадание. Пока-пока. Люблю вас.